Расширяя границы партнерства, сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится представительная делегация из Республики Беларусь. В Доме правительства прошло заседание рабочей группы по расширению двухсторонних связей. О перспективах сотрудничества с братским народом наш репортаж. Во главе делегации Республики Беларусь первый заместитель министра промышленности. Ключевая тема повестки – товарообмен. Партнеры проявляют интерес к электротехнике, танк-контейнерам для перевозки грузов, сельхозпродукции. Предприятия Чувашии могут наладить и поставки систем безопасности для строящейся в Гродно атомной станции. Геннадий Свидерский отмечает, российский рынок для Беларуси – приоритет. У нас принципиальная позиция правительства, что российский продукт не может быть дискриминирован на рынке Республики Беларусь. Если только такое есть, то прошу конкретный пример сразу мне говорить. У нас есть хорошая история взаимоотношений. Я хочу сказать, что действительно сельскохозяйственная техника, дорожно-строительная техника, она известна в Чувашской Республике. Ну и думаю, что эти процессы мы будем продолжать. Я думаю, что мы должны посмотреть и на вопросы и возможности промо-агролизинга, и вопрос субсидирования части процентной ставки. Это так называемое 466-е постановление, где мы стимулируем продажи белорусской техники. По итогам этого года объемы товарооборота между республиками могут вырасти до 100 миллионов долларов. Но и это не предел. За развитие связей теперь отвечает и экспол-предпрезидента, а сейчас специальный представитель по экономике, чрезвычайный и полномочный посол Михаил Бабич. Федеральные власти стремятся создать среду для экспорта и импорта продукции. Мне приятно было увидеть, что, несмотря на все сложности, сохранен потенциал производства наукоемких изделий. Это и для авианика, и для железных дорог, и для энергетических объектов. И мы договорились о том, чтобы более активно поддерживать и применять такую продукцию. Сейчас хорошая динамика развития товарооборота. Мы приняли очередные решения по финансовым схемам, по, скажем так, обучению, семинарскому сопровождению. Это заседание рабочей группы по расширению связи между республиками 11-е по счету. Переговоры на высшем уровне приносят ощутимые плоды. Уверенные шаги навстречу друг другу стороны сделали три года назад. Во время рабочего визита в Беларусь глава Чувашии встречался с президентом республики Александром Лукашенко. Тогда президент республики Беларусь отметил, что между Чувашией и Беларусью очень много общего. Природа, традиции, народные промыслы, даже узоры на национальных костюмах. Прошло три года с твоего визита, и мы можем констатировать, тогда мы выражали беспокойство по поводу снижения нашего торгово-экономического сотрудничества, связанного во многом с мировой политической обстановкой, санкциями в отношении России со стороны районных стран. Сейчас же динамика нашего взаимодействия уверенно растет. Мы искренне дорожим нашим сторонним сотрудничеством и конструктивным взаимодействием. Народы России и Республики Беларусь связывают многовековые узы дружбы, общие культурные, духовные, общечеловеческие ценности. Экономика обеих республик во многом зависит от сельского хозяйства. Чувашские аграрии не первый год возделывают сорта картофеля белорусской селекции. Гостям же интересен опыт нашего региона по развитию хмелеводческого комплекса. Еще один пример успешного взаимодействия сторон – сфера транспортных перевозок. В республике растет спрос на автобусы. С начала декабря пассажиров будут перевозить и минские автобусы нового типа. Первые низкопольные МАЗы приехали в Чебоксары недавно. Церемонию вручения ключей приурочили к официальному визиту белорусской делегации. Мы создаем, с одной стороны, благоприятную среду в городском округе города Чебоксары, в других городах. Пассажиры будут ездить комфортабельных, хороших автобусов. И те микроавтобусы, которые возили, не будут создавать определенные пробки и дискомфорт для пассажиров на остановках. В салоны минских автобусов смогут вместить более 70 пассажиров. Для инваридов оборудованы специальные пандусы. Еще одна инновация МАЗа в двигателе с меньшими объемами вредных выбросов в атмосферу. Это говорит о том, что наше сотрудничество развивается. Мы создаем еще лучшие условия для перевозки пассажиров по разным маршрутам в городе Чебоксары. Третье, дорожное хозяйство тоже модернизуется. Дороги лучше стали. И эти автобусы долго-долго будут служить и перевозить пассажиров. До конца года из Минска в Чебоксары должны приехать еще 50 автобусов. Важно говорить, думать и делать то, чтобы наши страны, наше союзное государство, Россия и Белоруссия, жили дружно, добивались совместных результатов. И думаю, что сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Перспективы двухстороннего взаимодействия обозначены. В следующем году Белоруссия отметит 75-летие освобождения Минска от немецких захватчиков. Награды ждут и жители Чувашии, воевавшим за мирное небо Братской Республики. Патриотическому воспитанию стороны уделяют большое внимание. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков и Андрей Шоклев. Республика.